МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены, эксперты, руководители спортивных организаций, бизнесмены и руководители регионов страны, в том числе и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Основные темы, о которых будут говорить в этом году, это в первую очередь вовлечение как можно большего числа россиян в занятия спортом, также привлечение в спорт инвестиции, еще много о чем будут говорить, но если объединить и сказать одним предложением, то говорить будут о том, как физкультура и спорт в нашей стране будут развиваться до 2024 года. Мы уже успели поговорить с очень многими спикерами и услышали такое мнение от заместителя министра спорта России Марины Томиловой, что для жителей Чувашии занятие спортом – это норма жизни. Сегодня здесь проходит очень много мероприятий, это круглые столы, мастер-классы, здесь очень интересная выставка, и подробнее обо всем я расскажу вам завтра в 19.30 в программе «Республика». Члены Координационного совета при главе региона обсудили вопросы в области защиты прав потребителей. Проблем с выбором продукции сегодня нет, но не всегда покупателям предоставляют качественный товар. Пресекать мошеннические схемы – задача органов власти, отметил Михаил Игнатьев. В Российской Федерации действует стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей, принятая до 2030 года. В отдельных случаях у нас есть полное право обратиться как потребитель за нарушение тех или иных норм. Наша задача – доводить справедливую и достоверную информацию до потребителя, а потребитель, он всегда голосуя, покупая, допустим, своим рублем, будет делать ответственный выбор. Чаще всего фальсифицируют молочную продукцию, масло и сыры. Причем нередко недобросовестные производители прикрываются чужими брендами, отмечают в Роспотребнадзоре. За последние годы в ведомстве выявили немало подобных фактов. Доля контрафакта велика и в магазинах, реализующих одежду. С сентября 2017 года по январь 2018 года управлением проводились внеплановые проверки в соответствии с поручением президента Российской Федерации по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной. Проинспектировано более 4800 единиц продукции легкой промышленности. Здесь мы проверяли сопроводительные документы, маркировку. И 263 единицы изъяты из оборота по причине нарушения правила маркировки, отсутствия сопроводительных документов. Но наказать тех, кто реализует контрафактную продукцию, трудно, отмечают в МВД. Уголовная ответственность за незаконно использование средств индивидуальных товаров и знаков ст. 110 Уголовного кондекса Российской Федерации наступает в случае наличия крупного ущерба правообладателям, то есть 250 тысяч и более. И, как правило, в розниках торговых точках отсутствует товар на указанную сумму. На территории Российской Федерации не всегда имеется представитель зарубежных правообладателей. Продолжение время требуется проведение экспертиз. Должно быть обращение именно правообладателей товарного знака. И, как правило, распределение происходит в крупных городах, где оптовики сидят. Это Москва прежде всего, ну и так дальше. И вот тут вот сложность. Впрочем, и экспертизу на предмет фальсификата в республике не проводят. Вопрос создания спецлаборатории глава региона поручил проработать в ближайшее время. Конкуренция растет. Традиционную торговлю все больше вытесняют интернет-магазины. Казалось бы, проще простого. Для этого это и нужен только смартфон. Но именно в этой сфере высока доля контрафакта, отмечают эксперты. Онлайн-продажи за последние годы выросли на 20%. Вместе с тем увеличиваются и жалобы на реализацию товаров через интернет-магазины. Жителям Чувашии предлагают 3, более 3 тысяч сегодня интернет-магазинов. У нас 15 организаций по итогам 2017 года, которые поставляют на рынок интернет-торговли свою продукцию. Причем, говорю, статистику провели 80% женщин, из силовых опрушенных, 80% женщин пользуются интернет-торговлей. И только 20% мужчин. Существует вопрос, связанный с нарушением сроков доставки, с долгим ожиданием подтверждения доставки. Ну, действительно, я тоже как-то попробовал заказать наушники, мне просто интересно было. И мне пришли из Китая в течение, наверное, полутора месяцев. Через всемирную сеть продаются запрещенные или некачественные товары. Магазины часто задерживают доставку, вводят клиентов в заблуждение и отказываются оформлять возврат. Мошенники пользуются правовой и цифровой неграмотностью людей. В сфере интернет-торговли необходимо наводить порядок, отметил глава региона. Первостепенная задача повышения цифровой грамотности потребителей. Для того, чтобы потребители могли правильно оценивать информацию в сети, владеть навыками защиты от интернет-угроз. А на уровне Российской Федерации, для того, чтобы было понятно всем нам, всем нам выделяется на 6 лет 1 триллион рублей для развития цифровой экономики. Урегулировать нюансы онлайн-торговли может помочь и новый федеральный закон. Разработать его уже предложено депутатам Госдумы. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Сегодня председатель Кабмина встретился с заместителем директора департамента Центрального банка. Иван Моторин и Андрей Липин обсудили влияние денежно-кредитной политики на экономику. Задача каждого субъекта – достичь устойчиво низкой инфляции. И здесь на первый план выходит слаженное взаимодействие финансовых органов и региональных властей. В целом инфляционные ожидания у всех высоки. То есть население началось с апреля, когда бензин начал расти, потом немножко снизились, потом августовские. Вещи там связаны с девальвацией, импорт подорожал. Поэтому, в общем-то, это нормально. Ну, эти ситуации, когда такие происходят, шоки вверх, чтобы ожидания были повышены предприятиями, аналогично. Сейчас вопросы больше задают то, что вот колебание рубля, курсовая, особенно те, кто связан с закупкой, поставками. То есть у них есть, ну, зависит, сделка все равно проходит не в один день, а в несколько, может быть, месяцев. В августе уровень инфляции в регионе составил 2,7%, а это ниже, чем по стране. У нас же инфляция, цель 4, она в среднем по стране, а 4 это в среднем, да, у нас регионы, где выше, где ниже. На самом деле для многих регионов, кто ниже, да, и тех, кто выше, то, что они выше, это не значит, что плохо. Просто они, если исторически всегда были выше там среднероссийского уровня, и даже если представишь, у них инфляция 5, да, может быть, это неплохо. Может быть, у них стандартная там в этой ситуации, в среднем по России. Уровень инфляции в республике с прошлого года не превышает 4%, и пока предпосылок к росту не предвидится. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Последние годы войдут в историю, как период расцвета дорожного хозяйства. Дороги в республике, и особенно в столице, ремонтируются часто и по многу. Но у автомобилистов и пешеходов временами возникают вопросы. Почему одни улицы ремонтируют ежегодно, другие не ремонтируют вообще, а третьи только наполовину? По какому принципу распределяются средства, кто контролирует их использование, и почему выделенных денег все время не хватает? В прошлом году мы проверяли межбюджетные трансферты, которые были отдельно направлены на ремонт дорог в город Чебоксары. Проверкой было установлено, что, например, в 2016 году отдельные участки дорог уже муниципалитет направил свои местные средства, средства местного бюджета на ремонт этих дорог. В последующем, в 2017 году, муниципалитет, получив средства республиканского бюджета, повторно направил на оплату те же участки дорог, которые ранее были уже оплачены из средств местного бюджета. И участки дорог были отремонтированы, и это более 39 миллионов. Поэтому, конечно, вот этот принцип нам тоже непонятен. Мы и говорим о том, что в данном случае нормы бюджетного кодекса были нарушены, то есть данные используют бюджетные средства неправомерны, и, соответственно, они не могут быть направлены на ранее уже отремонтированные дороги. Между тем, эти 39 миллионов рублей можно было использовать на ремонт дорог, которые не видели его по 5-8 лет. В Чувашии вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 39-летней жительницы столицы республики. Убийцы Чебоксарки получили 42 года на двоих. 32-летний Дилшот Юлдошев и 27-летний Давлад Муминов, признанный присяжными и Верховным судом Чувашии виновными в убийстве, разбое и мошенничестве в особо крупном размере. Оба отправятся в колонию строгого режима. Первый на 23 года, второй на 19 лет. 22 июля прошлого года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 39-летней жительницы города Чебоксары. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике было неизмедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что 19 июля она приезжала в детский оздоровительный лагерь к сыну на своем автомобиле с мужчиной, с которым познакомилась через интернет. После этого приезда она перестала выходить на связь по телефону. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ВД по Чувашской Республике на территории нескольких субъектов Приволжского федерального округа, были установлены лица, причастные к безвестному исчезновению женщины. При этом трое из них были задержаны на территории Пермского края. Пособники Юлдошева и Муминова, одна из которых из Чебоксар, не принимавшая участие в убийстве, признаны виновными в сбытии имущества, добытого преступным путем и мошенничестве. Женщину лишили свободы на пять лет условно, а мужчину на два года, которые он проведет в колонии-поселении. Четверка злоумышленников также причастна к махинациям с квартирами. В частности, трое родственников преступницы из Чебоксар, а также знакомая Юлдошева, лишились права собственности на свои квартиры. Жители домов 1, 3, 4 по улице Сапожникова в Чебоксарах улучшили качество своей жизни. Во дворе этих домов установили столбы освещения. Инициаторами выступили сами жители, которые обратились в администрацию Калининского района за помощью. Республика из бюджета выделила 32 тысячи рублей, город Чебоксар, муниципалитет выделил 1 миллион 132 тысячи рублей. И сами жители собрали 75 тысяч рублей на инициативное бюджетирование. Проект бюджета стал 1 миллион 512 тысяч рублей. Жители остались довольны проделанной работой. Стало намного светлее, отметили они. Вероника Плясова живет в этом районе 5 лет, и только сейчас ей не страшно возвращаться вечером домой. Темно, на улицу страшно было выходить ночью. И садика тоже ночью забирать детей. Вечером точнее. А сейчас посветлее, лучше стало. Дети не боятся. И так получше. Продолжается работа по инициативному бюджетированию. И на улице Ивана Франко ремонтируют дороги, детские площадки и парковочные места. Недовольные своей дворовой территорией жители Чебоксар тоже могут обратиться за поддержкой в администрацию столицы. Осталось лишь проявить инициативу. Ольга Алексеев, Татьяна Раевская, Андрей Шоклиф, Республика. Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов впервые прошли в Японии в 1953 году. Сегодня движение «Обилимпица» объединяет уже 46 стран мира. С этого года в них участвуют все регионы нашей страны. Сегодня в Чувашии школьники и студенты учебных заведений состязаются за право участвовать в национальном чемпионате, который должен пройти в конце ноября в Москве. По всех компетенциях свои требования. Например, поварам не поставят высоких оценок за рулет фаршированный сыром и шпинатом, с апельсиново-сливочным соусом и гарниром, если не будет выполнен ряд требований. Эксперты проверяют навыки работы с ножом, персональную гигиену, наличие санитарной одежды, допустим, наличие перчаток одноразовых, наличие цветных досок, корректно использование цветных досок, навыки работы с продуктом, технологии приготовления, чтобы не была нарушена. На другой площадке уже другие страсти. Здесь мастерам столярного дела предстоит поколдовать на десятком деревянных брусков. За четыре часа без единого гвоздя изготовить такую столешницу. Нужна гладкость, прочность, зазоры, чтобы не было, линейный размер, чтобы был, правильный размер. В качестве выполнения внутренних соединений тоже и шлифованием. Зазы, в результате техники безопасности минус три. Граммы, миллиметры, секунды – все на счету. Через больную систему пройти должны 50 участников по 10 компетенциям. На отборочном региональном туре профмастерства впервые пробуют свои силы и вязальщицы крючком. Выполнить техническое задание – связать прихватку и декорировать ее этими же нитками, то есть придумать дизайн. Связать цветочек или листик – это фантазия участника, чтобы показать свои творческие способности, чтобы они в любой ситуации в жизни могли проявить творчество и реализоваться. Вязание крючком – это такой вид деятельности, который помогает ребенку социально адаптироваться в обществе. Почему именно? Потому что развивается моторика пальцев. Через моторику развивается интеллект ребенка, память, мышление. Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс – это возможность не только проявить себя, но и трудоустроиться. Такую задачу ставят перед собой организаторы Олимпиады профессионального мастерства. Конечно, на площадках их увидят работодатели, у них появится огромная возможность выбора работодателя для дальнейшего трудоустройства. Работодатели у нас участвуют в качестве спонсоров, спонсоров по организации площадки, спонсоров по предоставлению призов. И мы их приглашаем для ознакомления с площадкой, чтобы они посмотрели на участников и подыскали себе будущих работников. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Новые очки оценила в этот день не только Анастасия Фандеркина, но и остальные ученики школы, которым повезло стать их обладателями. Это хороший подарок в преддверии Международного дня слепых, отметили они. Мы участвовали во всероссийской программе в проекте «Здоровое зрение. Четкий мир на будущее». В рамках этой акции французская компания «Элиссор Луис Оптика» для детей с нарушением зрения нам предоставили специальные линзы индивидуального заказа для учеников нашей школы. Новые очки – это настоящий праздник и удача как для детей-инвалидов, так и для родителей, которым не всегда удается обновить их самостоятельно. Сегодня мне очень повезло, ведь я получила новые классные очки. Это мероприятие стало хорошим началом. Руководство школы-интерната пообещало, что и дальше будет двигаться в этом направлении. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки, очень большой выбор, разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. «Меня встретила вот эта здесь продавец-женщина-девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже». Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. «У нас есть отличные дубленочки с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Это очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. То есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6 160 рублей. То есть оптовая цена от производителя». Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. «Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей. А теплый зимний пуховик за 3520 рублей». На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу. Улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября.